всем привет вы смотрите канал таежный роман сегодня я решил показать вам сегодня я решил вам показать засолку рыбы то есть того три пушковых сеток не тут мои оставили я просил плотву окуней и все что попадает вот сорная рыба будем с вами солить для этого нам понадобится собственно рыба у меня тут потвал окунь соль такая вот не единая как говорится ну и бак вот вчера разморозил ее за ночь вот она растаяла вся конечно мороженое это уже не то ну вот что то будет что сейчас будем с вами солить на вялку рыбу чтобы потом долго зимой кушать ну вот расположились и начинаем солить еще нам понадобится вот такой вот камень как пресс ну и марля чтобы через марлю как бы камень заматывать марлю ну и вот такая вот давилка давилка крышка сейчас я расположусь со своей сломанной ногой сюда сломанной ногой сюда все неизвестные каменные солю я на глаз посыпаем еще немножечко и начинаем укладывать нашу рыбку сейчас у нас плотва вся будет с икрой потому что она данное время уже с икрой укладываем свой первый слой рыбы должно быть вам видно-то не знаю короче безотходное производство рябушку заморозили засолили теперь потла вот уложили первый слой вот так вот видно нужно теперь пересыпаем солью соль крупная где-то должно уйти вот пачка соли на 10 килограмм рыбы такой расход примерно должен получиться у вас теперь пересыпали снова делаем слой рыбы и так дальше слоями все это засаливается и вярится есть вот такие хорошие вот вички всякие приехал я на праздники что хоть тут что-то в деревне немножко поделать занимаюсь делами всякими рыбу салюту что-то подумал немножко то что состояние могу делать что-то делаю вам думаю чуть может поснимает а тетеревок думал поснимать но пока вот два дня прошло счете тетерева не прилетели вот уважили свой один опять снова пересыпаем соли где по два побольше можно побольше соли добавить это меньше так хватит смотрите делаю это все дома деревне потому что мы находимся запаху рыбы в доме мы привычны не брезгливые это для нас порядке вещей ну так ушки есть короче тут окунь по от вас перемешку потом это мы все повесим высохнет и всю зиму я буду есть вяленую рыбу кто хочет с пивом кто хочет так я и так ему и очень хорошо иногда прям захочется вот ее сил нет погрызть вялку достанешь с банки и грызешь целое 55 пересыпаем а 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 и так дальше вкладываем короче всего так вот и делается ничего тут хитрого нет ну так ушки у нас тут пошли ногу не в сетках в репушковых это конечно отдельный разговор потому что блин флаку доставать легко а если влетит вам репушковую сетку хотя бы 20-30 окуней это короче мучение спорсного с этими колючками в сетей выпутывать то что лучше плотла пусть попадая вот ванна хорошо снимается сеток очередной свой и опять высыпают солить вот можно в эмалированной посуде ведрах специально для этого предназначена и в специальных бачках продаются под засолку специальные баки сейчас бочки всякая фигня просто что у меня есть ведра я хотел ведре но рыбы много и она ведро не поместится поэтому решено было выбрать бак бак эмалированный чтобы него вся рыба влезла с магазина вяленая рыба это совсем другое когда сам сделаешь она в два раза вкуснее когда сам поймаешь сам заря лишь отдельный разговор потом пивком зимними вечерами грызешь и и это отдельная тема отдельный разговор рыба она возьмет соли столько сколько надо сейчас уже где-то вот по весу скоро будет 10 килограмм как раз пачка соли уходит иначе мы правильно все делаем на верном пути все пачка ушла ну так как то у нас получается все в бачке сейчас тут остатки еще у нас остатки рыбы еще на пачку соли точно хватит сейчас досолим мы потом подгнет и прохладное место ну вот места вам уже показывать получился вот такой вот бачочек рыбы килограмм 20 на получилось меньше меньше 20 килограмм 15 ушло короче почти две пачки соли вот теперь берем теперь берем вот этот наш кружок такой специальный вот он накладывается так сюда бровень сделан с баком заматываем вот этот вот камень в марлю и ложим сверху как гнет сейчас покажу что получится ну вот все в таком состоянии рыба должна солиться 3-5 дней после этого можно ее промыть не можно даже нужно ее промыть и развесить чтобы она сохла ну и смотреть за состоянием сушки чтобы не пересушить ну как то так вот ну так вот дорогие зрители я солю рыбу решим показать этот процесс вот на этом все кому было полезно видео подписывайтесь ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик увидимся на канале надеюсь скоро что-нибудь я вас могу поснимать путни охоту или рыбалку не знаю пока видите со сломанной ногой не сильно тут походишь куда-то сейчас вот крышкой накроем и в прохладное место уберем все гнет будет давить уже выступить к вечеру сок все это затянется соком и будет нормально рыба будет солиться а потом будем мы и вешать и кушать вкусную вяливую рыбу всю зиму не тут хватит точно по-любому на зиму вот так вот насаживается рыба вот такой иглой все это очень быстро делается никаких крючков сок весь внутри последние две рыбки хоп вот так вот все сейчас вот еще линк 50 зато мы эту рыбу будем есть целый год ну всю зиму смысле целый год конечно а